Давайте у Чаргинца запытаемся про национализм. У него был лепший сябр, один из лепших Василий Быков. Как Николай Иванович сябровал за националистом Василием Быковым? Мне нужна ваша помощь очень, как авторитетного человека. Вы говорили, что ваш был товарищ Василий Быков. И у нас очень серьезный сейчас вопрос. Быть националистом – это хорошо или плохо, по-вашему? Как мне детей учить? Ну, как кто понимает? Любить свой народ и гордиться своей нацией – это нормально. Живе Беларусь! Фраза «Живе Беларусь» – это считается националистический лозунг? Если да, то это хорошо или это плохо? Ну, вы знаете, ведь его именно превратили в антигосударственный призыв, откровенно говоря. А кто превратил? Да, конечно. Ну, кто в оппозиции? Оппозиция. И при том, это же ясно из политических соображений. Если нормальное, что тут такого? Хороший лозунг. И мы сейчас столкнулись с такой проблемой, что кругом одни экстремисты, кругом одни враги. «Живе Беларусь» нельзя говорить. На белорусской мове уже тоже страшно разговаривать. Так мы не понимаем… Я вам советую, я вам советую спокойно выждать. И ничего страшного не будет, когда будут звучать эти слова. Ну, просто вот всё превратили тогда, выводя людей на улицы с этим лозунгом. То есть, превратили вместо нормального, хорошего призыва, превратили в политический какой-то лозунг. Враждебное государство. Вот в чем дело. А это всё обойдётся. Я вам не советую лезть пока в драчку. Ничего вы не докажете. Выждите, это будет всё нормально. А что тут Василий Быков? Ну, дело в том, что он был националистом и в оппозиции был к власти. И стоит ли нам гордиться этим? Ну, у него были свои мотивы. Вы не знаете, это я знаю, мы с ним дружили очень хорошо. Он, я был в Афгане, он более ста писем мне написал. И вот дал музею литературы. Могу читать. Он там многие вещи говорил, что вы не знаете. У него были ягоды, которые я был согласен с ним. Если его вызывают в ХГБ, сопляк какой-то, а он вродно. И нездоровые с ним спрашивали. Знаете, где Магадан? Он знаю, но вот очков нет с собой. Да и не надо, это ваше следующее место жительства. Сопляк, капитан. Да, оскорбляли. Вот это у него обиды были. Но в то же время государство, дай бог любому, героя присвоили. Лауреат госпремии, лауреат самых различных премий есть. Народный писатель есть. Лауреат, простите, депутат Верховного Союза СССР и БССР. Нельзя говорить, что вот он враг был или об оппозиции. Так почему он тогда принимал эти звания? Ну да. Если так вот разбираться. Да, я знаю хорошо Василия Владимировича, вот мы с Ириной Михайловной переговорим с женой его. И она к ней вот подъехали там с музея, побеседовать с ней, чтобы, может быть, что-то получить. Она сказала, я никому не верю здесь, кроме Чергенца. Потому что, знаешь, что моя линия была всегда. Я по нём и сейчас бьюсь, чтобы в Минске была улица, чтобы памятник был. Вот у меня стоял три месяца. Проект памятник очень хороший. Отдал я его в музей литературы, историю литературы для хранения. Не отдал, а просто чтобы не хранили. Я уверен, что мы пробьём это. Потому что с Быковым ошибка бывшего руководства Союза по-настоящему никто не поработал. Не выяснил его мотивы недовольства. Не выяснил его критические замечания. Он очень честный человек был. Он дружил с Сократарём ЦК Кузьминым. Вот не кажется вам парадокс? В оппозиции, а друг у него лучший Кузьмин был. И Кузьмин отдавал ему, так сказать, должное. И поддерживал где надо, и говорил о нём. Ну, и говорил, что вот Василий Владимирович враг был. У него было много заблуждений. Не скрою. Он очень здорово верил людям. Очень здорово. Всегда. Особенно своим. Я был свидетельцем, например, когда меня нет времени сейчас рассказывать, люди у меня. Сейчас подошёл один, ну, могу назвать фамилию, Бородуллин. И ему, я говорю, Василий, я только что был в обкоме партии. Там на самом деле, у меня жут такие брут, такие брут. Он мне подпиши вот заяву. А там собирали подпольно, вот эти заявления подписывали. И он подсунули ему по сахару, написал, например, против. И Василий подписал ему, потому что я сидел у него в квартире в рабочем кабинете, мы там разговаривали. Зашёл, он говорит, это всё же не Гришка. Ну, что-то там пропортили подписать. Я ему подписал, чтобы не шёл туда. Он знал, что у меня с Гришей были там определённо натянутые отношения, связанные с ярубкой, известно, с белорусской, известно. А разве это допустимо, что мы признаём за людей только за тех, которые пишут и разговаривают по-белорусски? Это уже перегиб, правда же? Да-да, конечно. Возьмите вон эту самую Канаду. Америка вообще не имеет своего языка, грубо говоря. Я с вами тут согласен, что язык – это не повод для конфликта, а это инструмент общения. Вот это, браток, вот это главное, я тоже хорошо знаю, главное, за что цеплялись наши ультра-националисты. Главное. А я понимаю, почему. А ультра – это кто? Те, которые считали, что не надо нам ни русскоговорящих, ни французскоговорящих. Нам требуют только белорусскому и всё. И я помню однажды выступление Чегринова, Ивана, но оно приятное для меня, может, поэтому запомнилось. Он говорит, ну что вы ноете, что народ у нас дурный, потому что не ведает белорусской мовы, не хочет читать книги. Он говорит, а вы пишите так вот, как Чергинец. Я вот сегодня шёл мимо лавки, тут магазин у нас есть такой, письменника. Очередь, говорит, с ночи стоит. Так давайте об этом подумаем, что мы свою мову должны подавать через литературу интересно, хорошие книги писать. Ну и привёл, я помню, книги, целый ряд о том, что и Быкова, и что на белорусском языке, говорит, читают, и никаких же вопросов нету. Ну это трезвый был человек, который болел за белорусскую мову, но понимал, что это не совсем главное. А тут у нас получилось так, что в лидере выгивали все, которые считали, что вот если ты не пишешь или не размавляешь по-белорусски, то ты уже враг. Вы вспомните даже лозунг Позняка. Он выдвинул лозунг. Кто не разговаривает по-белорусскому, чемодан, вокзал, Москва. Вот вы понимаете, что произошло. Что приходили порой даже не совсем подготовленные политические люди, но захватывали путем своих, значит, словем, какую-то передовую позицию и создавали своеобразную политику. Дзивный момент с Рыгором Барадуллиным в плане того, что он подсунул Василю Быкову паперку, где сбирали подписи с Упраць Солженицына и Сахарова. Давайте справдюм эту информацию у Цябра Василя Быкова, Сергея Иосифовича Навунчика. Справдюм, что в 1973 году Александр Солженицын на той момент уже лауреат Нобелевской премии по литературе уже некольких годов не друковался у Советском Союзе. И в 1973 году КГБ доведалось, что он написал некий черговый роман, присвеченный ГУЛАГ. С КАМПАРТЫ в Европе люди начали выходить сотнями тысяч. ЦК КПСС с допомогой КДБ робил судорожные спробы неким чыным спынить Солженицына, показать Заходу, что он не имеет поддержки у советской интеллигенции. Ну, были листы рабочих, колгасников, это все, что заходилося, але тут требовало, конечно, и нечто от людей, авторитетных людей, пожаданных с усветными именами. Вось сяродых, скажем, Василь Быков, який тогда не имел практически никаких регалий, и он не был ни народным письменником, ни героем за цедистичной працы. У свете гэта имя ведали добра, и Быков лечився одним из ведущих авторов экзистенциализма. Рахтовалась гэта акция УКГБ по распоражению ЦК КПСС, контролевал яе непосредно Сакретар ЦК КПСС по идеологии, ну, фактично, другая особа УССР после Брежнева, Михаил Андреевич Суслов, выконывал старшиня КДБ Андропов, и вось зараз давайте сябе уявим, што отбылося так, як сказав Миколай Чаргинет, што вось, як он выказывал себе, Грышка Барадуллин пришел до Быкова, сказав, вот, Василь, подпиши. А вот давайте сябе уявим, што, скажем, Быков адмавляеца подписывать гэтый лист, што дарайше и было. Який будуть дзеяне далей? А далей будзе звонок секретару ЦК КПСС першему секретару ЦК Компартии Беларуси Машерову. Усяго тольки кандидата у члены Политбюро. И будзе отбываться приблизно таки диалог. А скажите, товариш Машеров, пытается Михаил Андреевич Суслов, а кому вы поручили беседовать с Васильем Быковым? И почему вот эта важнейшая политическая акция была провалена? Грышке Бородулину, отказывая Петр Миронович. А скажите, товарищ Машеров, пытается Михаил Андреевич Суслов, к партийной организации союза писателей или к какой-нибудь другой партийной организации принадлежит товарищ Бородуллин? А он не член КПСС, отвечает Петр Миронович Машеров. И тогда Михаил Андреевич Суслов задает опошнее питание. А скажите, товарищ Машеров, вот после того, как вы поручили важнейшую акцию, которая рассматривалась на Политбюро, беспартийному Бородулину, вы полагаете себя достаточно зрелым политически, чтобы возглавлять партийную организацию Советской Беларуси и входить кандидатам в члены Политбюро? Не кажется ли вам, что свой кандидатский стаж вы провалили? Я разумею, когда, скажем, озаронок молодых, кто из этих пропагандистов, которые являются, такое сказали. Но чергенец, которому за 80 годов, який ведал, довольно ведал, но он тогда уже был так называемым человеком, в звании майора они ведают, подполковника, может быть, ведал цедовно все эти партийные расклады, все эти номенклатурные градации, что такое партийное даручение, какая разница между членом КПСС и не членом КПСС, что такое Политбюро и сказать про то, что Бородулину, беспартийному Бородулину было даручено поговорить с Быковым и принести на той момент абсолютно секретный лист. Слухайте, Бородулин был абсолютно ширым, открытым человеком. Де на завтра, на какой на завтра, на сёння про гэты лист казал бы весь Менск. Я уже не кажу про тое, что Рогор Ванж Бородулин ягубу абсолютно пиетет и до Академика Сахарова, и до Солженицына, и вось на такую подласть Бородулин абсолютно никогда уже цеп не пайшов, и гэта скажет вам любые, кто ведал Рогора Ивановича, я не буду казать, что там я его наеверша, кто его добрый ведал, гэта абсолютно и абсолютно выключено. Гэта не было. Было інше. Гэта акция, какая адмашку на какую давал Суслова, я думаю, что и Брежнев, и она была даручена секретару ЦК Компартии Беларуси по идеологии, ну, фактично, значит, третья особа, посеред другого первого секретара, Александру Кузьмину. Чому Кузьмину? Потому что Кузьмин, ну, хоть он был партайгеносый, партыйный работник, причем, самого высокого рангу, он добра стаялся до Быкова, и он, саправды, допомагал Быкову, Краткевичу, Бородулину, не только им. Декось, по успаминах Буравкина и Дабида Семановича по дзеннику, уже он едет так, под вечер, калей они были в готеле, Быкову знайшли в готеле, сказали, что ему треба термінова ехать в Абком партый, Могилевский Абком партый. Чому з вами будуть габаріць по ВЧ? ВЧ это такая, ну, засакреченная, высокочастопная, так званая, сувя, закая, ёсь, скажем, секретару Абкома. Быков поехал в кабинет до тагачасного першого секретара Абкома партый, уже отсюль, видать, з'явился Абком у вспоминных Шергенца, и на дроте был, так сказать, Кузьмин, Кузьмин сказав, што, ну, такой, ёсць такі ліст, і трэба, кабла ёго падпісалі. Быков адмойўся гэта робіць, сказав, што, не, ён гэта робіць не будзе, і на гэтым кропка. Литеральна, празнікалькі гадзін, гэтый ліст с подпісым Быковым, з імём дакладні Быкова, был зачытаны па центральным телебачэнні, назавтра з'явіўся ў центральны прэсі, ў газеце Правда і гэтык далі. Ён напісаў лістцэ, как в КПСС. Тым, што, ён пратэсуўся працэгэта, ён гэта подпіс не ставаў. Всё. Як прыгадываў сам, басіў лазімаріўш, някога адказу адтулі ён не атрымаў, ну і не мог атрымаў безумовна. Васіў лазімаріў вельмі перэжаваўсь, гэта, што я ведаў дакладна, што сам Александр Солженицын ведаў пра тоя, што подпісу Быкова ў тым лістцэ не было. Вот гэта абсалютна дакладна. У нього обиды былі, но в тоўже ўріме государство, дай Бог, любому, герой присвоюли. Гаврят госпремиў, гаврят самых различных премиў ес, народны пісателў ес, депутат Верхонаса, это СССР и БСССР. Нельзя гвалиў, што вот он враг был или об оппозиціў. Тепер закидываўецца такая теория, што вось Александр Урвич Лукашэнка вельмі паважаў Василяв Владимир Ишебыкова, хасел взім сустрецца. Действіцьэна, я на ёво стіхах в произведеннях учылся, я ему нічого плохого не здел. Он бежит прозу, Александр Григорьевич. Но он в оппозиції президента. Нішто вот так вот ў їхні супала, так, ну, некі такі выпадык, такі вось адбывся такая недарэчнаць, а так бы была цудовная такая картина, там, сябровства. Ужнімні 93-го года Быков написав артыкул ў народной волю, дзеляўлады, яны гатовае аб'яднацца хоць з дзябалам, гэты артыкул займаў паў паласы народной волі і был цалкам ад пачатку да канца прысвечаны Лукашэнку, які на той момент выступів супраць незалежнаці Беларусію. Ата був вельмі жорсткім ліст Быкова. Лукашэнка шы был дэпутатам. Ён Быков вельмі негатывну ўспрыняў першы дэктаторскі крокі Лукашэнкі. Мне прыгадываецца 12 красавіка 95-го года пасэ таго, як нас дэпутатаў БНФ збілі, нас дэпутатаў Дарховна Сээта, дэпутаў парламента, збілі ў зале парламента, што само пасабе, па тагачасным крымінальным кодэксі па тяпершнім, ёс террэстычны акт супрадзержавных дзеачоў, які ажыцявляўць све палнамоцтвы дзержавныя пакаранне, аж дасмяротнага. Нараніцу, мне Васюль Владимирович пазваніў, запытаўся, папрасіў, распавесці, як ўсё гатэд адбылося, і на наступны, здаецца, трэнацта крыцавіка, на хвалях Рада Свабода, азатым, і ў газеце Свабода, был надрукаваны водгук Васіля Быкава, назывався ён краіны, керуе, прэзэдэнцка хумта. Быкав был вымушаны зіхаць зі мяжу, за того, што ішло абсалютне цкаванне Быкава па дзержавным тэлебачынне, па радыо, ён жыл ў Фінляндыі, ў Неменчыня, потым ён жыл ў Чешскай Рэспубліцы, на запрашэнне Васіла Гавала, вот там, ў Чэхі, ў чэхі, ў дзім, практична, ну, калі не кожны дзэнь, то вельмі часка наведываць ёго ёго кватыра, і калі ён ў бальніцы ляжаў, так самым, і ў вясну, з вятыча трэцця года, Васіў Лазімірович і Ірина Михайловна палецелі на некалькі тыдні ў Мэнск, для таго, ну, там, аформаць пэвныя спрабы. І калі ён гады прилецелі ў Мэнск, ёны даведаліся, што іх пазбавілі Мэнскай прапіскі. Незе чысла, можа быць, другога, ці трэцега чэрвэня, Васіло Дзімарыч званіў, гаварюў з мою жонка, і казаў, ну, ўот, Галя, мы зараз тут сідзім і не ведаем, што, можа быць, праз некалькі гадзін ўселіцца ў нашу кватэру, там, паселіць некага перадавіка тракторнага завода, а нас просто адсюльтыцець выкінуць. Пагадараю, быкаў был вельмі хворы, і гэта был для яго вельмі моцны удар. Ён прымаў вельмі такі якасны швейцарскіе, дарагіе швейцарскіе лекі, як я аплатіла цалкам, і врачы сказалі, што, калі штосі з дарыцца, то ні в якім разі не, глядзіцца, кабам не рабілі ін'якцій, ну, не калолі в вену ніякі растворы, вот толькі гэта і лекі. Адразу пасе таго, як яны давідаліцца, што пазбавіли прапіскі іх, ў яго резка пагоршылся здарав'я, і он был вымушаным лекчу бравляны, і перше, што яму зрабілі ў бравлянах, гэта вкалолі, вот гэтую дозу, зрабілі ін'якцію, тоя супрацчаго, ўрачы прашскіе выступалі. І празнікалькі дзін гэта ўжо ніякай хлусній, гэтую істіну ніхто не змыє.